Это новости об Украине. В студии работает Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Перефронтовая Авдеевка опять без электроснабжения. Около 16 часов по киевскому времени из-за очередного обстрела повредили линию электропередач. В штабе АТО сообщили, боевики применили тяжелое вооружение. Объем повреждений пока неизвестен. Критические объекты в городе уже подсоединяют к электрогенераторам. Вода в дома Авдеевцев пока подается. Мобильная связь работает с перебоями. Один украинский военный погиб. 12 получили травмы и ранения за минувшие сутки в зоне АТО. Обстановка там остается сложной. Боевики используют практически весь спектр вооружения. Количество обстрелов с их стороны в который раз перевалило за сотню. На Донецком направлении применяли минометы, гранатометы, артиллерию и стрелковое оружие. Подключали снайперов. Под огонь попали Луганское, Зайцево, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески и Опытное. На Мариупольском направлении из артиллерии, минометов и вооружения БМП террористы били по Марьинке, Новогригорьевке, Красногоровке, Богдановке и Водиному. Также на этом направлении активно работали снайперы. На Луганском направлении самая сложная ситуация остается в Попаснянском районе. Основные боевые действия продолжались там до обеда и после захода солнца, когда бандформирование проводили минометные и артиллерийские обстрелы наших укреплений. С полудня и до захода солнца на этих рубежах боевики эпизодически открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Злоупотребление алкоголем и наркотиками – таковы причины значительных потерь среди личного состава оккупационных войск на Донбассе. По данным украинской разведки, в Луганской области боевики в состоянии опьянения обстреляли из миномета в передовые позиции своей же бригады. Командование пытается скрыть факт дружественного огня и обвинили в обстреле силы АТО. Не стесняются наемники и воровать у самих себя. Накануне в Донецкой области боевики, разгружая боеприпасы, похитили ящик с гранатами. Жители прифронтовых городов и сел страдают от обстрелов. Накануне утром в Зайцево во дворе своего дома ранение получила молодая женщина. Осколки попали в бедро и предплечье. Пострадавшую доставили в больницу, сообщили в нацполиции Донецкой области. В субботу поздним вечером из артиллерии боевики обстреляли Новоселовку первую. Обломки снарядов посекли крышу частного дома, выбили окна. Другой снаряд уничтожил гараж и находившийся в нем автомобиль. Люди не пострадали лишь по счастливой случайности. С начала года в результате боевых действий на Донбассе погибли 20 мирных жителей. 91 человек получил ранение. Это вдвое больше, чем за последние два месяца 2016-го. Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. Отмечается, большинство гражданских пострадали в результате танковых, артиллерийских обстрелов или систем залпового огня. В результате применения тяжелого вооружения разрушены жилые дома, жизненно важные объекты инфраструктуры, школы, больницы. Всего с 2014 года боевые действия привели к гибели 2000 мирных жителей. Еще около 7000 были ранены. В ООН подчеркнули, реальное число жертв может быть значительно выше. Россия не собирается выполнять Минские соглашения. Об этом в эфире ЮЭТВ заявила спикер украинского МИДа Марьяна Бетса. По ее словам, признание Федерации паспортов террористических ДНР и ЛНР в очередной раз подтверждает это. Тем временем позиция нашей страны остается неизменной. Окупационные войска должны прекратить огонь и отвести оружие. После этого Украина должна полностью восстановить контроль за украинско-российской границей. И лишь тогда можно будет говорить о реализации политических аспектов Минских договоренностей. Только после того, как российские военные покинут территорию Украины, после того, как мы возобновим контроль на границе. Ведь часть границы сейчас мы совершенно не контролируем. Только тогда можно говорить о чем-то еще. Сейчас мы не видим абсолютно никаких признаков того, что Россия готова выполнить хоть одно из этих условий. Заседание по делу Романа Насирова перенесли на понедельник. Оно состоится в апелляционном суде. Об этом сообщили в Соломенском райсуде Киева. Завтра определят и судью, который рассмотрит отвод следственного судья Александра Бобровника. Последний избирал меру пресечения, отстраненному главе государственной фискальной службы. Сегодня адвокаты Насирова подали ходатайство о его отводе. Посчитали, что в действиях Бобровника есть предвзятость. Напомню, прокуроры просят для Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в 74 миллиона долларов. Именно на такую сумму, по данным НАБУ, нанесен ущерб государству в результате противоправных действий главы ГФС. Романа Насирова подозревают в причастности к коррупционным схемам сбежавшего нардепа Александра Онищенко. Безудержная энергия и многовековые традиции Армении прямо посреди аэропорта Борисполь. Такой роскошный подарок пассажирам сделали представители армянской диаспоры в Украине. Ансамбль песни и танца «Айреник» показал свое мастерство в одном из терминалов воздушного причала. Таким образом подхватили флешмоб, начатый легендарным ансамблем украинского танца имени Вирского, а передали эстафету ансамблю цыганской песни. Нет, это не главная танцевальная сцена Армении. Вполне себе Украина. А точнее, ее международный аэропорт Борисполь. Так что сегодня пассажирам улетать явно не грустно. Просто услышали музыку, не видели ничего. И пришли, видели, что поют, танцуют. В ожидании рейса ты сможешь посмотреть, познакомиться с культурой других стран, посмотреть, потому что девочки гранатуют очень красиво. Праздник дарит ансамбль армянской народной песни и танца «Айреник». Он знакомит всех с культурой своей исторической родины, хотя сами его участники давно живут в Украине и считают эту страну родной. Мы делали благотворительный концерт для национальной гвардии. Не просто с концертом, а с угощениями, со штыком, с сладостями, приготовленными руками наших же девушек. То есть мы пытаемся как-то существовать в Украине достойно. А в аэропорту подхватили флешмоб, начатый легендарным ансамблем украинского народного танца имени Вирского. Его цель – познакомить иностранцев с культурой национальностей, которые живут в единой Украине. После наших выступлений мы эстафету передаем, есть народный ансамбль «Цыганские напевы», «Петя Черного». И так каждую субботу кто-то будет выступать здесь в аэропорту. Бронзовая медаль чемпионата Европы в прыжках в высоту стала первой взрослой наградой в карьере 19-летней Юлии Левченко. В финале соревнований на зимнем континентальном первенстве в Белграде юная украинка установила личный рекорд 1 метр 94 сантиметра. Серебро взяла олимпийская чемпионка Игорь Врио Рудбетия. Испанка показала такой же результат, но за меньшее количество попыток. Чемпионкой стала Айрин Палшитей из Литвы, покорив высоту 2 метра 1 сантиметр. Во второй день соревнований на киевском международном турнире по трем видам борьбы украинцы добыли 13 медалей – 3 золотых, 1 серебряную и 9 бронзовых. У представителей греко-римского стиля чемпионом стал Юлий Шклюба в категории до 85 килограммов. В этом же весе серебряный призер Рио Жан Белинюк стал только бронзовым призером. По одной восьмой турнира лидер сборной Украины уступил своему соотечественнику Александру Шишману. Золото в женской борьбе завоевали экс-чемпионка мира среди студентов Ирина Гусяк в категории до 53 килограммов и чемпионка мира 2014 года Юлия Ткач в весе до 63 килограммов. Свой звездный статус на турнире победой в категории до 75 килограммов подтвердила олимпийская чемпионка из Канады Эрика Вейбе. Мы на этом прощаемся. Уже готовим следующий выпуск новостей. Оставайтесь в ЮЭТВ и спасибо, что вам интересна Украина.